Актрисе Марине Дюжевой довелось испытать стремительный взлет карьеры в кинематографе и период с забвением. Первое неудачное замужество и в конце концов возвращение в профессию и семейное счастье. Популярная актриса знакома нам в основном по ролям в фильмах «Покровские ворота», «Мимино», «По семейным обстоятельствам». Ее фотографии в 80-х годах украшали обложки журнала «Советский экран». Но режиссеры чаще эксплуатировали не комедийное дарование актрисы, а типаж правильной советской девушки, положительной героини. В жизни Марина была совсем другой. Я вся такая несуразная, вся угловатая такая, такая противоречимая вся. Там очень много перекличек с тремя сестрами Чехова. Героинь также зовут Маша, Ира и Ольга, как там сестер. Но это совершенно другая история, но тоже очень женская история. И знаете, пьеса очень хорошая, пьеса Коровкина, она очень точная, называется «Около любви». Вот все героини находятся в состоянии «Около любви». И у каждой, и каждая там роль перевертыш, если можно так сказать. Потому что про ту, которую думаешь, что это-то такая хорошая, такая чудная, она, оказывается, жизнь поломала кому-то. Про ту, которой думаешь, какая же дрянь, какая стерва, и как вообще ее земля носит, оказывается, что глубоко страдающий и тонко чувствующий человек. И вот потом, понимаете, этот спектакль очень зависит от состава, от того, кто играет. Всегда такие спектакли зависят. И вот мы как-то так сыгрались, Таня, Олеся и я. Да, у нас там еще есть мальчик, их играют три хороших актера, но вот их трое, а мы как-то вот, ну, сейчас, правда, намечаются. Я пользуюсь аппаратной косметологией на дому. Есть сейчас очень много, можно купить средств таких аппаратов, которые помогают тебе там сохранять лицо. Но я совершенно не пользуюсь кремами, например. Мне по глазам скажешь, что мне много лет. Это так, когда я там где-то ношусь, то можно и не сказать, а так скажешь. Мы встречаемся с одноклассниками, с одноклассницами постоянно. И то ли это мы родились как-то в такое время, как-то вот так. Но все девчонки великолепно выглядят. То ли, я считаю, что они так великолепно выглядят, потому что я в них все равно вижу девочек, которые в школьной форме. Все равно вот через их образ я все равно вижу вот их, но как-то вот... И нет у меня грусти по поводу своего возраста. Никакой. Даже вот на пол ногти нет. И не люблю очень разговоры, когда люди говорят, ой, как мало осталось, боже мой, что это такое. Как жизнь быстро прошла. Да, жизнь быстро прошла. Очень быстро прошла. Но тут ной-не ной. Тут ной-не ной. Ничего. Надо позитивно относиться. Вообще жизнь каждый день начинается с начала. Каждый день – это начало новой жизни. Жизнь может оборваться в любую секунду. Поэтому каждый новый день надо воспринимать как какой-то подарок в любом возрасте. В любом возрасте. Это молодежи только кажется, что у них жизнь такая длинная-длинная. Она тоже может оборваться неизвестно когда. Сейчас я понимаю, что я обладаю профессией. Вот это я понимаю совершенно точно. Я много играю. У меня как бы сейчас вот спектакли, в которых я принимаю участие, их пять. Это много. То есть даже если каждый по два раза сыграть, а то уже десять спектаклей в месяц. Это много. Потому что все время надо... Спектакли тяжелые. Боинг – это комедия. У меня только Боинг и ножницы. Комедия. А все остальные такие... Я, в общем, рада, что у меня не состоялся романа с репертуарным театром. Потому что еще большая зависимость, чем у человека. Не дай бог не то сказать. От всех зависишь. Тут в антрепризе, в хорошей, я играю в хорошей антрепризе. В дорогой очень. Здесь все равно ты можешь сказать, ой, нет, простите, ради бога, я этого не буду делать. А в репертуарном театре это очень сложно сделать. Это очень сложно. А они, если захотят тебя наказать, они тебя могут в массовку поставить, зайчиков играть, там еще что-нибудь. Когда ты уже как бы не в той весовой категории. Есть люди, которые не могут вернуться в театр. Ну, не могут. Вот. А я смогла. А мне, я вышла и мне, я все время говорю, я вернула, по-другому не скажешь. Хотя, не все, конечно, так просто. Я Боинг не репетировала, репетировала другая актриса, а я вводилась. Вот ничего 29 лет на сцене не играть, а потом вестись в спектакль, который несколько месяцев репетировали. Там за 7 репетиций. Это, конечно, и когда мы... Сложно. И когда мы поехали... Первый у нас, по-моему, в Ярославле был спектакль. Я так перепугалась этого события. Вот на репетиции я еще как-то так... Ну, хотя там уже началась паника. Вот. А перед тем, как туда поехать, я ходила по квартире и так вот руку приставляла всюду вот таким острым поверхностям. И Юра на меня смотрел, смотрел, потом говорит, Маша, я что-то не пойму. Что ты делаешь? Я говорю, я думаю, где бы удобнее руку сломать. Я говорю, так, чтобы вот как-то раз, сразу же и... Он говорит, а зачем тебе это делать? Я говорю, тогда я не буду играть. И все будет хорошо. Я говорю, я не умру на сцене от ужаса. И все будет распрекрасно и хорошо. Вот. То есть... Не все, конечно, так просто. А потом мне позвонила одна актриса. Я ей сказала, тоже вот на полном серьезе говорю, ты знаешь, вот, думаю, вот, руку бы сломать, чтобы никуда не ехать. Ну, а что она мне сказала? Она говорит, и что? И будешь играть в гипсе. Тебе же будет хуже. И тут я поняла, что я действительно буду играть. Но я буду играть в гипсе. Я как-то сразу же так перестала прикладывать руку. Почему я говорю, что я только 9 лет как обрела профессию, да? Потому что вот я постоянно, я знаю, что у меня вот эти вот 5 спектаклей иногда больше, иногда меньше. Потому что что-то уходит из репертуара, что-то добавляется. Но я знаю, что вот «Боинг» я играю уже 8 сезонов отыграла. Вот там «Памелу» 6 сезонов, дорогую «Памелу». И подолго. Я знаю, сезонов 6 мы играли 5 вечеров с Ларой Гузеевой. Вот, то есть я знаю, что вот это вот у меня работа. Хорошо, я сыграла «Адвоката» в «Мимино». У меня было, наверное, 2,5 съемочных дня. Я сыграла, я вся такая внезапная, такая противоречивая. У меня было полсмены. От этого до этого ты не знаешь, когда тебя еще... Нет, у меня было очень много как бы работ в кино. Но ты никогда не знаешь, что у тебя дальше, когда тебя пригласят. И пригласят ли тебя кто-нибудь когда-нибудь еще. Самая большая, ну очень большая роль раньше – это 30 съемочных дней. А в году 365. А если у тебя в году 2, ну 3 фильма, это считается, что ты просто, ну, суперуспешный, супер просто популярный. Просто когда кино без поддержки театра, это ты болтаешься где-то между небом и землей. Люди воспринимают фильм, да, целиком. Они не понимают, что я на съемках не встречалась ни с Басовым, ни с Роланом Быковым. А нас воспринимают в едином целом. А в спектакле такого не может быть. Не может быть. Потому что в спектакле ты историю проживаешь от начала и до конца. Я тогда не видела ничего в этом фильме такого. Я же не знала, что Советский Союз развалится и что этот фильм станет памятником дружбе народов. Он действительно таким был. Мне казалось, все, о чем мы снимали, настолько естественным, настолько естественным, что, ну, грузин или армянин, или русский, соответственно, какая разница. Вот мы были все-таки, вот наше поколение, оно было воспитано именно так. А сейчас, когда я смотрю этот фильм, я понимаю, что это великий фильм. Нет идеальных людей. И разводятся те люди, которые думают, что они связали свою жизнь с идеалом. Вот они-то и разводятся. Понимаете? Потому что у них завышенные ожидания. Надо, мне кажется, долго живут те люди, которые, ругая другого человека, а ругань неизбежна в длительных отношениях, там какие-то скандалы, надо при этом говорить себе, господи, какое счастье, что он со мной живет. Что у меня-то характер-то тоже, в общем. И говорить самой себе, я же вот этого не делаю, я же вот этого не делаю. Я же вот тут вот просто, вот это я вообще ужас. И вот если ты так себе научишься говорить, то гораздо проще мириться с недостатками другого человека. Надо просто сказать самому себе, что и ты, дорогая моя, и ты, дорогой мой, тоже не идеалы. Вот и все. История как бы примечательная. Когда вышел фильм «Горожане» с Крючковым, ну, с таким звездой, как бы, и была премьера в Доме кино, полно народу. Я была на сцене в длинном платье, мне мама сшила прямо в пол. Все, я думала, и он вышел на экраны, вот я думала, что тут я пойду по улицам, и меня будут узнавать. Ничего этого не произошло, абсолютно. Я как бы была такой девчонкой, так как бы и осталась. Ну, на втором курсе я тогда училась всего. Вот, а потом, где-то через полгода я пошла со своими однокурсницами в баню в Сандуны. Я не очень, как бы, банщица такая, ну, повели они меня туда, и я там была в парилке, в шерстяной шапке, какая-то, голая, с веником, с этой, с шайкой. И вдруг ко мне подходит тетенька и говорит, слушай, я тебя узнала, ты же в «Горожанах» снималась, дочь Крючков. То есть я вылетела из этой бани, что называется, как ошпаренная. Может быть, с тех пор я очень, как бы, негативно отношусь к моменту узнавания. Года два-три, наверное. Я детей воспитывала, свитерки вязала детские, очень красивые. Юра их сдавал в комиссионку. Юра работал в Америке в это время несколько месяцев и неплохо там заработал. Ну, как бы, по тем временам неплохо. У меня мама была практически слепая, поэтому у меня, в общем, было чем заняться. Но надо сказать, что 90-е-то я как раз, вот, за исключением вот этих вот двух-трех лет, когда действительно, а я еще очень обособлена всегда, я не вот в актерском социуме, я совершенно, как бы, абсолютно отдельно существую. Я не хожу на, в Дом кино, я не езжу на фестивали. Ну, то есть я вот, я выполняю свою работу. Я ее люблю, я ее выполняю. А потом у меня начался период, когда я начала озвучивать. И я очень много работала. Так получилось, что оказалось, что я это умею делать. Знаете, как вот я уже смешно становится. Я пришла в театр, вернулась, оказалось, что я это умею делать. А там меня позвали озвучивать. Казалось, что я умею это делать. И тогда прям про нас говорили, что это мафия, что мы никого не пускаем, потому что очень, как бы, голоса повторялись. Но на самом деле это была не мафия, а просто настолько тяжелая работа, что мало кто ее схватывал и умел это делать. Потому что вот первый у меня был сериал «Елена и ребята». И это был первый закадровый, вот такой, я до этого уже несколько фильмов озвучивала и дублировала, чистый дубляж. А тут меня вот пригласили, поскольку комедийная, вроде бы, артист, характерная. И вот меня пригласили. И я испытала такой ужас. Когда там четыре девочки проговаривают свои реплики подряд, я еле-еле успевала прочесть реплику первой. Потому что мы же дома это не читали, мы кино не смотрели. Это работа в чем заключается? Ставят вот фильм, да, на экран, в телевизор. И дают вот такую пачку незнакомого текста. И ты должен синхронно вот так вот читать и отбивать еще голоса. То есть эта работа сумасшедшая. И вот мы были не мафией, а мы были людьми, которые умеют это делать. А другие люди приходили, причем все время режиссеры дубляжа, искали новые голоса, искали, но найти не могли. И не потому, что мы вот так вот вставали и никого не пускали. Потому что вот такая тяжелая работа. Приходили известные театральные артисты, которые так в курилке, так снисходительно перед началом работы на нас, смотрели на нас, которые там и шачили. А на следующий перекур они выходили и спрашивали, как вы это делаете? Как? И надо сказать, что я очень хорошо зарабатывала. Но за два месяца я могла себе купить там двухлетний жигуленок. Когда стало понятно, что мой старший сын родится в мой день рождения, я уже вторые сутки лежала в родзале. И роды были очень-очень трудные. И как бы я никак не могла разродиться. И когда я поняла, что уже 9 октября мой день рождения, я стала врачам говорить, сделайте что-нибудь, чтобы я сегодня не рожала. У меня сегодня день рождения. У нас будут разные компании. Вот в этом полубредовом состоянии я вопила про разные компании. Когда они были маленькими, то, естественно, все вместе. Потом стали разделяться. Они меня стали спрашивать, а вы никуда не собираетесь? Мы с Юрой на дачу уезжали, чтобы они могли сюда позвать своих приятелей. Рестораны я не люблю категорически просто. Поэтому уезжали на дачу или к друзьям там отметить наш день рождения. А дети здесь оставались. Но вот у меня же не только вот я со старшим сыном в один день рождения, Юра с младшим в один день рождения, но я еще родилась со старшим сыном и с Юриной мамой в один день. И наши папы родились тоже в один день. С разницей ровно в 20 лет мой папа был старше. То есть юбилеи они вместе отмечали. И свадьбы у них были с разницей в один день у родителей. – Потрясающе. Вы видите, как разуверенный человек у него какой-то есть. – Я понимаю, что это судьба. Я понимаю, что одно совпадение может быть, два тоже может быть. Но чтобы вот так вот… Все равно, чем они будут заниматься, чтобы они были хорошими людьми. Ну, это, мне кажется, все родители так говорят, чтобы они были хорошими людьми. Чтобы не пришлось за них краснеть. А никто не знает, как жизнь повернется, какая может быть ситуация, и из-за чего можно краснеть. Чтобы подлости в голове не было. То, что человек может совершить очень нехороший поступок, не осознавая этого. Это другое. Ну, чтобы никогда не было в голове, чтобы сознательно кому-то сделать, зная, что человеку будет плохо. За рулем я, сейчас скажу, 18 лет. 19. 19. Я не отношу себя к страстным автомобилистам. И это, может быть, еще протест против того, что с Юрой кто не сядет, сразу же у всех вот эта вот автомобильная тема. И, ну, знаете, вот как с врачом все разговаривают о болезнях, да, так с Юрой все разговаривают об автомобилях. А у меня прям вот, ну, как будто в жизни нет ничего лучше и прекрасней, чем какой-нибудь карданный вал. Ну, не понимаю я этого. И я вообще не понимаю, почему делать, зачем делать из автомобиля такой фетиш. Я говорю, автомобиль, а какой у тебя, а у меня такой, а сейчас будет такой. А сейчас я вот все, все продам, займу, возьму этот автокредит, куплю себе вот такой автомобиль и буду полжизни на него выплачивать. Я считаю, что автомобиль – это средство передвижения из пункта А в пункт Б. И самое главное, чтобы он был достаточно безопасен, чтобы он как можно меньше ломался. А что там будет, какие там… Ну, конечно, там должен быть кондиционер. Вот в такую погоду, да, там умереть просто можно без кондиционера. Конечно, желательно АБС. Но вот чтобы там было 6 литров, я не понимаю вообще, зачем это. И потом в Москве лучшее средство передвижения – это метро. Особенно если ты живешь в шаговой доступности. Вот мы тут до метро пешком ходим. И там, куда ты едешь, тебе тоже можно дойти пешком. Я очень люблю метро, потому что на метро можно все успеть. И на метро можно сказать «Я буду вас только-то». Потому что когда ты едешь на машине, ты никогда в жизни не можешь сказать «Я буду вас только-то». Правильно? А потом, если, не дай бог, какой-то ДТП, а ты едешь на спектакль, тебе надо дождаться ГАИ. ГАИ может ехать 6 часов, может ехать и 8 часов. А кто будет расплачиваться за спектакль, за сорванный? Вот у нас недавно одна артистка, в нее въехали. Она так и приехала на помятом новеньком автомобиле. Потому что она говорит, я как подумала, что я сейчас буду кого-то, а тут-то что будет? И вот так она и приехала. Я очень долгое время даже не подходила к интернету, даже вообще просто не знала. А потом надо было покупать путевку, с ребенком мы куда-то ехали. Я поехала в турагентство и села в очередь, потому что сезон был. И я увидела, что вот они делают, что они делают? Они просматривают какие-то сайты, по этим сайтам говорят описание. Я посидела-посидела и думаю, а я вообще что, тупая что ли? Я вроде как не тупая. Приехала домой, села за компьютер, открыла. Позвонила ребенку, сказала так, короче, как его включать? Куда мне жать? Что делать? И у меня так хорошо получилось. Я купила такие путевки, ахренительные. Просто я пришла уже в турагентство и сказала, значит так, мне надо вот это. Мне надо вот это. Они мне сказали, да вы что? Вы же хотите посредней цене, а этот отель просто настолько премиум класса. Я говорю, а у него там сейчас неделя показательных выступлений. И у них там просто под 30% стоимости. Они там друг у друга перекупили. И мы попали в рай вообще просто за какие-то копейки. И после этого, ну я теперь человек айпада. То есть я просто вот как только он появился, я купила себе, мужу и своей сестре, которая на 20 лет старше меня. Вот ей было 77 лет, когда ей подарила этот второй айпад. 3G, естественно. Это был ее первый компьютер. Ну где-то недели через три она мне сказала, я теперь не понимаю, как я жила без него. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок